В Ханты-Мансийском, Ямал-Ненецком, Автономных округах и Тюменской области сегодня объявлен день траура. По погибшим в крупной аварии автобусы фура столкнулись лоб в лоб на дороге Ханты-Мансийск-Тюмень. Погибли 12 человек, 10 из них дети. Серебряные призеры окружного первенства по спортивной акробатике возвращались с соревнований домой. 12 человек сейчас в реанимации, в критическом состоянии. Медики обратились к жителям региона за помощью. Пострадавшим срочно необходима кровь для переливания. В рамках расследования уголовного дела уже задержаны трое подозреваемых. Всю последнюю информацию мы рассчитываем узнать у нашего специального корреспондента Евгения Решетнева. Он на прямой связи со студией. Евгений, здравствуйте. Известно, что оба водителя в этой аварии выжили. Что говорят следователи после допроса? Ну, пока результаты допроса точно неизвестны. Действительно, задержаны оба водителя. Почему оба? Потому что они давали противоречивые показания. Следователям это показалось подозрительным. Точно так же, как и водители сейчас допрашивают организаторов транспортировки детей, которые ехали отсюда из Хантамансийска к себе домой в свой родной город. Судя по всему, вопросы появятся и к организаторам самого спортивного конкурса, который проходил здесь, в Хантамансийске. Вы говорили о том, что врачи обращаются к жителям города с просьбой сдавать кровь. Так вот, вчера достаточно много людей пришло, порядка 50 человек, но кровь вчера не была нужна. Но вот сегодня врачи говорят, что нужна кровь двух групп, третий и четвертый. И сегодня вот врачи уже ждут людей, ждут доноров, которые придут и сдадут кровь. Главный вопрос, который сейчас решают на врачебном консилиуме с участием министра здравоохранения Вероники Скворцовой, как транспортировать детей, каких именно детей транспортировать в Москву. Потому что известно, что все пострадавшие находятся в очень тяжелом состоянии. 12 детей сейчас находятся в реанимации, из них пятеро под аппаратами искусственной вентиляции легких. То есть для транспортировки практически непригодны. Каждые несколько часов собираются врачебные консилиумы. И сейчас здесь работают не только местные врачи, но и врачи Центра медицины катастроф Минздрава и детской клинической больницы. В храмах и церквях проходят паникиды. Сотни людей молятся о погибших и о здоровье выживших. А в деле появились первые задержанные. Сегодня будет решаться вопрос об аресте. Вся последняя информация у Ольги Зинковой. Юные призеры чемпионата по акробатике везли домой серебряные медали. Их они завоевали в командном зачете. Но в Нефтьюганск спортсмены вернутся не в полном составе. В настоящее время несколько вестрел отрабатывается. Конечно, сложные природо-климатические условия были и есть сейчас. И в то же время рассматривается, конечно, человеческий фактор. Возможно, вина водителей. Жертвами автокатастрофы стали 12 человек. Участникам соревнований было не больше 14 лет. В 30 километрах от Ханты-Мансиска автобус с детьми занесло под грузовик. Тело пассажиров спасателям пришлось извлекать из груды металла. Что привело к трагедии, выясняют следователи, прокуроры и сотрудники ГИБДД. По словам тех, кто был на месте аварии, на трассе бушевала непогода. Видимость на дороге из-за метели была практически нулевая. Но тогда почему опытный водитель, который занимается перевозкой пассажиров уже 22 года, принял решение не отменять рейс? Он тоже был госпитализирован, но после того, как получил медицинскую помощь, сразу же отправился на допрос. Задержан также один из его руководителей и водитель грузовика. Вопросы у правоохранителя возникли и к организаторам соревнований. Информации о перевозке детей не было. И сопровождение ГИБДД, как это у нас всегда организовывается по данному маршруту, также не осуществлялось. Впрочем, в мэрии Нефтьюганска объяснили, что руководствовались правилами перевозки детей, установленными постановлением федерального правительства. Сопровождение ГИБДД необходимо только в том случае, если детей перевозят колонной не менее трех автобусов. Следственными органами Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц и по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи установили, что перевозка детей не была должным образом согласована. Трансфер следовал без обязательного сопровождения.